Аркам ТВ представляет. Где трон Аллаха? Сура Ан-Наджм, 13 серия. لَقَدْرَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَةِ رَبِّ شْرَحْلِ صَدْرِي وَيَسْسِدِّي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي فَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَصَلَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْبَعِينَ أَمَّا بَعْدٍ أسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня я надеюсь поделиться с вами поразительной информацией. Я прошу Аллаха, чтобы те уроки, которыми я сегодня с вами поделюсь, оказали на вас еще большее влияние, чем на меня самого. Наша цель не только в том, чтобы понимать слова Аллаха, но и в том, чтобы они воздействовали на наши сердца. Поэтому для начала я хочу сделать дуа. О, Аллах! Озари наши сердца светом Корана. Итак, мы с вами сразу же приступаем к работе. Мы уже обсудили первое явление Джибриля, мир ему. О нем говорилось до 12 аята суры Ан-Наджм. Сегодня мы будем разбирать аяты с 13 по 18. И я хочу дойти до 18 аята, даже если мы дойдем до него за 10 минут. Я больше не буду вас нагружать, так как хочу, чтобы вы обдумали и усвоили все, о чем говорится в этих аятах. В аятах с 13 по 18 говорится о втором явлении Джибриля, мир ему. Но оно произошло не на земле, а во время ночного вознесения посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям. Он был вознесен туда, где ни одно другое творение никогда не было. Даже ангелам было запрещено подниматься туда. Всевышний Аллах описывает, что увидел пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, когда был вознесен. Так что мы начнем с 13 аята. «Он уже видел его». Другое нисхождение. То есть другое нисхождение Джибриля, мир ему. А «нузуль» в арабском языке означает «спуск». К примеру, слова «анзаля» или «инзаль» используются по отношению к Священному Корану, потому что он был неспослан с небес. «Назиль» — это тот, кто спускается. Также и об ангелах говорится. «Так как они спускаются с небес на землю». Здесь слово «назлятан» указывает на более низкое расположение. Это резко контрастирует с тем, что вы читали о его первом явлении. Как было описано первое явление Джибриля, мир ему? Он видел его на ясном горизонте. Он утвердился на наивысшем горизонте. Теперь же мы видим совершенно другую картину. В первый раз он видел его высоко над собой, а теперь он видит его ниже. Он поднялся в небеса и видит, что Джибриль, мир ему, находится ниже. Давайте посмотрим, что это может означать. Имам Аль-Алюси задается вопросом, почему Аллах использовал слово «назлятан» вместо слова «марратан». Это означало бы, что он увидел его еще раз. Однако Аллах не сказал «он увидел его еще раз». Он сказал «он увидел его другое нисхождение». То есть Аллах заменил фразу «еще раз» словом «нисхождение». Имам Аль-Рази заостряет внимание на этом слове и говорит, что оно очень важное. Из дошедших до нас рассказов о ночном путешествии пророка, известно, что в какой-то момент он достиг места, где ему пришлось пройти мимо Джибриля, мир ему, и подняться выше. Когда он заметил, что Джибриль, мир ему, не идет за ним, то Джибриль, мир ему, сказал «если я продвинусь еще хотя бы на расстояние кончика пальца, то сгорю». Он не мог приближаться к тому месту. Всем известно, что Солнце расположено на определенном расстоянии от Земли. Если какой-нибудь объект слишком сильно приблизится к Солнцу, то сгорит, так как не сможет выдержать его жар. В том месте есть такая энергия, которую Джибриль, мир ему, не может выдержать. Он должен оставаться на своей позиции. А пророку, саллиллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах повелел подняться еще выше. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, продолжал продвигаться дальше. У него была встреча. Он видел то, что мог увидеть только он. Мы не знаем, что это. Мы углубимся в эту тему позже. Когда он спускался вниз, то снова увидел Джибриля, мир ему. Но кто теперь был выше? В том моменте пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был выше, чем Джибриль, мир ему. Теперь слово «назлятан» становится понятным, поскольку в первый раз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был на Земле и видел Джибриля, мир ему, в небе. Но теперь он поднялся еще выше. И спускаясь, он увидел Джибриля, мир ему, который теперь стоял ниже, чем он сам. Эта картина описывает вознесение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Слово «назлятан» в пух и прах разбивает утверждение некоторых людей о том, что это путешествие было духовным, или что оно произошло с ним во сне, или на уровне подсознания. Оно прямо указывает на путешествие в скрытый мир, которое на самом деле физически произошло. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спускался вниз, он увидел его у сидрату аль-мунтаха. Если вы не знаете, как выглядит дерево сидр, то вам нужно будет поискать это в интернете. Это будет вашей самостоятельной работой. Однако этот сидр, этот лотос, отличается от того, что вы увидите. Давайте я приведу вам пример. В этом мире есть фрукты, верно? В раю также есть фрукты. Но разве они одинаковы? Конечно же нет. В этом мире есть деревья и реки. Но райские деревья и реки отличаются от них. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Там есть то, чего не видел глаз». Это означает, что там мы увидим то, чего никогда не видели. Там мы будем видеть все, что захотим. Если кто-то из нас очень захочет поесть куриную шаурму, то Аллах сказал, «Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души». Так что, если вам захочется шаурмы, вы ее получите без проблем. Однако, вы увидите то, чего никогда раньше не видели. Кстати, наши желания основываются только на том, что мы уже испытали. Например, вы увидели красивую машину и захотели ее. Увидели красивое место на картинке и захотели его посетить. И так далее. Наше воображение ограничено. Мы не видели ничего большего. Поэтому мы не можем этого желать. Так что, когда мы попадем в рай, наше желание расширится, так как мы будем видеть то, чего никогда не видели. Мы будем есть и пить то, чего никогда раньше не пробовали. Словарный запас человека основан на том, что мы видели. Мы знаем, что это чашка, это книга, это лук. Да-да, я принес его, чтобы показать вам. Я не собираюсь в вас стрелять. Так что мы даем название тому, что видим. Но мы никогда не были в раю. Так что мы не можем давать название тому, что там есть. Всевышний Аллах в Коране говорит нам, что в раю есть деревья, фрукты, мясо, супруги, драгоценности, ложи и так далее. Он использует слова, к которым мы уже привыкли в этом мире. Но он делает это потому, что наше понимание ограничено. У нас нет доступа к тому миру. Поэтому самое близкое по смыслу слово, которое мы можем использовать, чтобы хоть примерно понять, что есть в раю, это подушки. Вы скажете, подушки? Да я постоянно вижу их в магазинах. Конечно, я знаю, что это такое. Но когда ты войдешь в рай и увидишь там подушки, то поймешь, что это совсем не то, что ты себе представлял. Это совершенно иной опыт. Слова, которыми Аллах описывает рай, заимствованы из этого мира. Хотя на самом деле, то, что есть в раю, во много раз превышает все, что есть в этом мире. Запомните это. Итак, сказано, что пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, увидел Джибрилля, мир ему, у того дерева. На арабском это дерево называется сидра. Если вы поищите в интернете его изображение, разве вы увидите именно то, о чем здесь идет речь? Нет, конечно же. Вы не найдете его. Это заставило меня задуматься. Коренными буквами слова сидра являются син, даль и ра. Его основное значение – это название того дерева. Но какие у него есть второстепенные значения? Касаемо этого есть некоторые передачи, ривояты. Однако прежде я хочу рассказать вам о других значениях этого слова. Сидар – это палатка. Накрытая завесой. Когда человек распускает свои длинные волосы, то говорят, что человек распустил свои волосы. Занавеска драпируется складками. И подобно этому волосы не спадают на плечи. Так говорят, когда человек надел свою одежду и прикрылся ею. Это – тасаддара. Так говорят в том случае, когда взор человека затуманен. И он не может ясно видеть. Здесь прослеживается единая тема. Все слова, имеющие один корень со словом «сидра», так или иначе связаны с созданием барьера и сокрытием. Всевышний Аллах будто бы описывает дерево, которое отбрасывает тень. Это что-то массивное, отбрасывающее тень. Изотмевающее. Однако он сказал не только «сидра», но также сказал и «аль-мунтага». «Аль-мунтага» означает «завершающий» или «последний». Так что это дерево расположенное в самом конце. Давайте попробуем представить эту картину. Пророк, саллиллаху алейхи вассаллим, спускается вниз, и в самом дальнем конце этого небесного горизонта он видит дерево. Это самое последнее, что он может видеть. И кого он видит рядом с этим деревом? Он видит Джибрилля, мир ему. Он увидел Джибрилля, мир ему, вдалеке, у самого отдаленного края. Интересно то, что если сравнивать описание первого явления Джибрилля, мир ему, то сказано, что он закрыл собой весь небесный склон. А здесь говорится, что он видит его где-то вдалеке, у дерева Сидратульмунтага. Каким это описание представляет Джибрилля, мир ему? Большим или маленьким? Маленьким. Ведь сейчас мы уже не на первом небе. То место, о котором мы говорим гораздо больше по размеру. Поэтому в данной ситуации Джибриль, мир ему, выглядит как звезда в ночном небе. В этом мире он выглядел огромным. А там он как песчинка где-то вдалеке, у дерева. Так Аллах описывает второе явление Джибрилля, мир ему. Слово «мунтага» очень важное. И сейчас я объясню вам, почему «аль-мунтага» означает «крайний предел». Это последнее, что можно увидеть. Прямо у этого огромного дерева находится джанна, то есть сад. Сад вечного пристанища. «Ма-уа» означает «искать убежище». «Ма-уа» означает «убежище». Сад пристанище. Что это вообще такое? Получается, что есть дерево, возле которого находится сад пристанища. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видит Джибрилля, мир ему, дерево, а также этот сад пристанища. Ученые много дискутировали насчет того, что такое сад пристанища. На основе этого аята некоторые утверждали, что этот сад находится на небесах, а не на земле. Существует еврейская традиция, согласно которой этот мир сам станет раем. Были и мусульманские ученые, которые считали, что этот мир сам в конечном итоге превратится в рай. Коран указывает на нечто совершенно иное. Основываясь на этом аяте, некоторые ученые сказали, что это и есть рай, в котором мы однажды окажемся. Пусть Аллах дарует каждому из нас возможность войти в рай. Этот сад находится на небесах, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел его вдалеке. Если это так, то есть еще кое-что удивительное. Всевышний Аллах сообщает нам о размерах рая. Он говорит… Это сказано в сурах Али-Амран и Аль-Хадид. Аллах говорит, что размер рая равен семи небесам и земле, вместе взятым. Как я уже говорил, первое небо составляет 13,1 миллиард световых лет. Джанна – это все семь небес и земля, вместе взятые. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, видит вдалеке это дерево и сад, который его окружает, такими, будто это просто небольшой домик со двором. Оттуда, где он находится, все семь небес, земля, вместе взятые выглядят как небольшой участок. Отсюда они не выглядят как нечто грандиозное. Напротив, они расположены на самом дальнем краю горизонта и составляют лишь небольшую часть того, что доступно его взору. Что же это за место, откуда все творение кажется ничтожным? Это место близко к трону Аллаха, не так ли? Рядом с троном Аллаха все его творения кажутся крошечными. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, увидел это вдалеке, когда спускался вниз. Некоторые утверждали, что это не тот рай, в который мы войдем. Должно быть, это какой-то другой рай для ангелов. Раз Джибриль, мир ему, находится рядом с этим садом, значит, и все остальные ангелы тоже должны быть там. Однако, имам Аль-Алюси говорит о том, что смысл этих слов очевиден. Это и есть рай, в котором мы найдем свое последнее пристанище. Есть еще один вариант чтения этого аята. Давайте еще раз. Такой вариант означает, Джибриль, мир ему, находился там, и там его укрыло прибежище. Одному Аллаху известен смысл этих слов. Есть какое-то убежище, которое покрыло его, или же это может означать, что оно укрыло посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Итак, теперь я хочу, чтобы вы поразмышляли вместе со мной. У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была встреча, которой не было ни у одного из творений. И сейчас он спускается вниз после этой встречи. На обратном пути он встречает Джибриль, мир ему. Что является главной задачей Джибриль, мир ему, из того, что нам известно? Мы знаем, что он обладает множеством сил. Аль-Кува. И что он ангел, который принес откровение. Где он находится? Рядом с деревом. А что есть рядом с этим деревом? Джанна-туль-Мауа. Это историческая достопримечательность. В этом саду началась история человечества. Здесь был первый человек. Здесь был дьявол. Здесь произошла история, которая привела нас на эту планету. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увидел это историческое место. Когда вы посещаете исторические достопримечательности, ваше сердце путешествует во времени к этому моменту. Когда я совершаю умру, то в Мекке я стараюсь читать суры Мекканского периода. А в Медине суры Мединского периода. Я стараюсь задумываться о том, что Джибриль, мир ему, был где-то здесь и передавал эти аяты пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Когда я отправлюсь в мечеть Аль-Киблатейн, то там я читаю аяты о смене Киблы, так как они были неспосланы в этом месте. Сюда спускался ангел и приносил эти аяты. Я хочу пережить эти моменты. В арабском языке места, которые становятся историческими, называются шааир. Место Ибрагима, мир ему, является одним из знамений Аллаха, то есть относится к шааир. Сафа и Марва тоже относятся к шааир. Слово шааир образовано от слова шаира, что означает «чувство». В современном арабском говорят «Я чувствую страх» или «Я чувствую любовь». Когда вы посещаете эти места, они должны вызывать у вас определенные чувства. Когда вы пробегаете между холмами Сафа и Марва, вы должны почувствовать то, что чувствовала мать Исмаиля, мир ему. Когда вы совершаете обход вокруг Каабы, вы должны почувствовать то, что чувствовал Ибрагим, мир ему. И то, что чувствовал посланник, салли Аллаху алейхи ва салям, когда Мекка была завоевана. Суть в том, что вы должны что-то чувствовать, посещая эти места. Они вызывают у людей чувства. Машааир. Именно поэтому они называются шааир. Можете ли вы представить себе чувство пророка, салли Аллаху алейхи ва салям? Он находится в обществе Всевышнего Аллаха и смотрит на величайшую из всех исторических достопримечательностей. Он смотрит на то место, где зародилось человечество. Когда Адам, мир ему, был низвергнут на землю, Аллах сказал ему «Если к вам явится руководство от Меня, то те, которые последуют за Моим руководством, не познают страха и не будут опечалены». Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям, является последней составляющей, последней звездой в созвездии всех откровений, о которых говорилось в этом диалоге. Всевышний Аллах сказал Адаму, мир ему, что им явится руководство. И последним, кто получит это руководство, будет посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи ва салям. Он смотрит на это дерево, на Джабриля, мир ему, который передает ему откровения, смотрит на рай, который является нашим домом, куда мы должны вернуться. Можете ли вы хоть на секунду представить себе груз ответственности, который он почувствовал в тот момент? Он почувствовал огромную ответственность в тот момент, когда ангел впервые явился ему и передал ему откровения. Должно быть, он почувствовал тяжесть всего мира на своих плечах, но это уже совершенно другой уровень. Он снова увидел все это. Однако раньше ангел находился на более высоком положении, а он в более низком, а теперь все наоборот. Теперь он находится выше ангела и смотрит на него сверху вниз. Просто представьте себе положение, которое Аллах дал ему. Чем выше положение, которое Аллах дает своему творению, тем тяжелее ответственность, которую он на него возлагает. Теперь вы по-новому можете понять слова. Мы непременно не спошлем тебе весомые слова. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи ва салям, видит рай, наш будущий дом и понимает, почему Всевышний Аллах не спослал это откровение, чтобы люди могли добраться до этого места. Он видит Джибрилья, мир ему, у самого края горизонта. Но затем произошло еще кое-что. Пророк, саляллаху алейхи ва салям, спускается вниз. Он находится выше Джибрилья, мир ему, а затем происходит нечто, значение чего мы никогда не узнаем. Но Аллах все равно упоминает об этом. Вдруг дерево, сидра туль-мунтага, начало чем-то покрываться. Он видел дерево, Джибрилья, мир ему, и сад. А теперь нечто начало покрывать и само дерево. Но что может покрыть это дерево? Аллах сказал, «Его покрыло то, что покрыло». Что это означает? Он увидел, как нечто поднялось и покрыло собой это дерево. Так что его больше не было видно. Что бы это ни было, оно накрыло собой все дерево. Вот чем я поделился сегодня с шейхом Сухейбом. Когда я размышляю над какой-то темой, иногда у меня возникают безумные мысли. И мне кажется, может, я просто сошел с ума? Тогда я обращаюсь к ученым, которые говорят, безумны мои мысли или нет. Нет, эта мысль получила одобрение. Поэтому я хочу поделиться ею с вами. Как называется это дерево? Сидра туль-мунтага. Лотос или сидра крайнего предела. Это предел, до которого может дойти творение Аллаха. Мы не можем пройти дальше него. Даже Джибриль, мир ему, не может этого сделать. Аль-мунтага – это слово, обозначающее крайнюю границу для всех творений Аллаха. И он находится прямо рядом с ней. Кстати, очень интересно, что Всевышний Аллах расположил свой рай прямо под этой границей. Это означает, что в раю мы будем очень близки к Аллаху. Настолько близко, насколько к Нему может приблизиться творение. Поскольку это крайняя граница, и никакое другое творение не может до нее добраться. Значит, это конец. Можно назвать это конечной целью. Мусульманин говорит, «Я просто хочу попасть в рай». Если у мусульманина спросить, какова его конечная цель, он ответит – рай. Однако, есть то, что покрыло собой даже рай. Может ли быть что-то, что является еще более высокой целью, чем рай? Для некоторых людей это рай или не рай. Я просто хочу встретиться с Аллахом. Я хочу довольства Аллаха. Если я получу это, то это даже больше, чем рай. Кстати, в сурах «Ат-Тур» и «Ад-За-Рият» – «Аль-Инсан» есть очень много описаний рая. Райской еды и напитков. И того, как люди будут лежать на ложах, вспоминать мирскую жизнь. И их напоит Сам Всевышний Аллах. Это есть в суре «Аль-Инсан». «Господь их напоит их чистым напитком». Мы знаем, что обитатели рая обслуживают юные отроки. Но здесь сказано, что их напоит Сам Аллах. И говорит, «Таково ваше воздаяние и ваше усердие отблагодарено». Любая другая награда меркнет по сравнению с этой. Ведь к тебе обращается Сам Всевышний Аллах и говорит, что твои старания отблагодарены. Некоторые из нас умирают, пытаясь получить признание от наших отцов, старших братьев или матерей. Твой отец никогда не клал свою руку тебе на плечо и не говорил, «Я горжусь тобой, сын». Я никогда этого не слышал. Другим он говорит, «Я очень горжусь своим сыном». Но разве он хоть раз сказал это своему сыну? Конечно же нет. Я что, глупец? Я из Пакистана, мы так не делаем. У нас ребенку говорят, что он разочарование для семьи. Но мысль о том, что ему нужно говорить, что мы им гордимся, нас просто шокирует. Однажды я провел эксперимент и спросил у мужчин из своей аудитории, кому из них отцы говорили, что любят их. В толпе из тысячи человек руки подняли только трое или пятеро. Круто. Хорошие отцы все-таки существуют. Потом я задал этот вопрос своей сестре. Я люблю своего отца. Он любит меня. На днях он приходил сюда. Я просто спросил свою сестру, «Отец когда-нибудь говорил тебе, что любит тебя?» Она ответила, «Нет». Это странно. В нашей семье это не принято. Но знаете, если ваш отец, ваша мать, ваш учитель или даже начальник, который вам не нравится, скажет вам, «Я горжусь тобой, ты молодец», то вам будет очень приятно, не так ли? Даже обед покажется вам более вкусным, чем обычно. Теперь представьте, что сам Аллах говорит вам, «Я горжусь тобой». Есть рай, а есть нечто выше, чем рай. Аллах не говорит, что это, но это то, что покрывает это дерево, сидра и рай. И последнее. Когда это произошло, сейчас или в прошлом? Это случилось в прошлом. Ключевое слово здесь – это «идз». слово «идз» указывает на прошедшее время. Несмотря на то, что слово «ярша» стоит в настоящем времени, по слову «идз» понятно, что речь идет о прошлом. Когда дерево начало покрываться, однако дальше говорится «ма ягша» – это настоящее время, будто бы посланник Аллаха салиллаху алейхи вассалям все еще может ощущать, как нечто покрывает это дерево. Для него это непрерывный процесс. Последнее, о чем я хочу сказать, это то, что в данных аятах Аллах использовал слово «ягша». Слово «сидра» означает разновидность деревьев, но также оно означает «покрывать» или «отбрасывать тень». Интересно, что одним из значений слова «га-шия» является лотос, тот же самый вид деревьев. Само арабское слово «га-шия» означает «лотос», будто бы это дерево было покрыто еще одним. Нечто, что покрывает, было покрыто чем-то еще. Покрывало было покрыто другим покрывалом. Субханаллах. Какие удивительные слова. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.